Привет! Добро пожаловать в второй день. Второй день опыта State of the Map. Меня зовут Хидер Лессен. И я буду управлять утренными докладами. И мы начнем с доклада про рисование общественного транспорта во время пандемии. С нами Кристоф из команды Truffy, который ответит на ваши вопросы после доклада. Добро пожаловать на второй день в State of the Map. Привет! Участники State of the Map. Мы из организации Truffy. Рады показать в ближайшие 20 минут, как мы картировали город Накчак и как это можно сделать во время пандемии. Меня зовут Кристоф Ханзе. Я президент ассоциации Truffy. И мы специализируемся на неформальном, полуформальном автобусном сообщении в развивающих странах. В этом году у нас была особая задача. Мы не могли перелететь в город, и нам пришлось рисовать всего удаленно с участием людей из разных стран. Здесь я не один. Со мной есть команда проекта, которые потом расскажут про свою часть проекта. Они расскажут на своем языке, но не беспокойтесь, будут субтитры. Что такое ассоциация Truffy? Мы некоммерческий стартап для неформального общественного транспорта. Мы запустились три года назад с приложением для планирования маршрутов, которые запустили в Боливии. Через год мы основали НКО и аппликовали приложение с открытым исходным кодом. С тех пор к нам многие присоединились и о нас писали во многих СМИ. Мы считаем, что люди в развивающих странах должны иметь те же возможности с общественным транспортом, как и те, кто живет в развитых странах, в городах типа Гамбурга. И у них были бы те же возможности. И это делает общественный транспорт привлекательным. Мы глобальная команда, вот как видно на этой встрече. Мы бы ничего не могли сделать без людей на местах. Так что это то, что особенно в ассоциации Truffy, то, что наши люди есть по всему миру, и мы работаем с местными сообществами. Ну, для начала, что такое неформальный транспорт? Мы говорим про транспорт, у которого нет официальных остановок, расписания, нет документации. Линиями владеет частное агентство, а не город. А полуформальное – это смесь неформального и формального. Например, метро Адис-Абеби и мини-автобусы. Обычно это в Южной и Центральной Америке, Африке и Азии. Как мы развиваемся после публикации в открытый исходный код? Мы покрыли города, которые нарисованы на карте. Вот сейчас, сегодня вы услышите Леонардо, который запустил поражение в Дуэтаме, его родном городе. Вот, мы запустили еще пару пилотных проектов. Вот, и планируем запустить еще в куче городов. На слайде видите город Херенберг, рядом со Штудергом, где тоже запустили наше приложение. Мы очень рады, что большинские города используют приложение, в том числе Херенберг и недавно Гамбург. Потому что мы сделали поражение для неформального транспорта, но это мультимандальное планирование, и оно вполне работает и на официальных данных. Ну и завершая вступление, обращу внимание на наши продукты, то есть приложение Труфи. Вот, также у нас есть приложение для водителей, есть панели для городов и агентств, разные инструменты. Вот, и мы как компания, мы настраиваем приложение Труфи для разных городов, тренируем людей на местах, собираем, зарисовываем автобусные маршруты, делаем фиды GTFS. Вот, и сегодня мы расскажем не про выпуск приложения, а про то, как мы собирали информацию об автобусных маршрутах. Так, что такое приложение Труфи, с чего все началось? Это опенсорсное приложение для планирования маршрутов, даже на старых смартфонах. Оно написано на Flutter, в мультиплатформе. Оно написано на планирование маршрутов, конечно, и также с помощью опенсорсных маршрутов, как опентрепплэнер. Это также мультилингул, так что мы имеем, например, на английском языке, в Адисабель, или в Качуа, в Кочабаме. И, как я сказал, очень много, это сделано на опенсорсной лиц, агпл, так что вы можете использовать это для юсити, юреги, и мы очень рады, если вы хотите. У нас есть проект «Нокшот». У нас есть донор, который хочет поддержать государство, и хочет дать консультации, чтобы иметь лучше публика транспорт. Почему? Потому что публика транспорт является очень важным для здоровья, для экологии для людей, потому что многие люди используют публика транспорт, poor люди используют публика транспорт, middle-class используют это, и это также, что публика транспорт для публики транспорт для публики транспорт на рынке, white spots, и на публики транспорт можно найти, и на этом способе также, публика транспорт можно оптимизировать. И, конечно, в данном случае, трофеи аппы может быть released, и также реал-time data could show what people search, where they go, where they have good results, bad results, и это сделает аналисис, even easier. But that's not planned for right now. So, what we were asked was to collect the data, and our typical approach would be to go there, do community building, OSM mapping, release the app, public transport planning, enable public transport planning. But, in this case, the client asked us for community building and OSM mapping, and the client also didn't wait So, we already had talked with our friends, Lilipo, the GeoRafs, they would have been ready to travel there, do the community building and collecting the data, teaching people how to map as well bus lines, public transport, but, as said, that was not possible. And the client also didn't wait until the whole situation would change. So, what we proposed then afterwards, was to remote map Noctjot. In the middle of the map, you can see a green country, that's Mauritania. It's, yeah, it's a not very well-known country for many people. It's in West Africa, and it's, to be honest, it was also not known to me beforehand. So, we definitely knew we have to have a regional project manager that could coordinate the team. And we had been really happy that Jeremy was willing to recruit locals, guide them, teach them, so that they could do the data collection. The data collectors, of course, were from Mauritania, so, they were, they went into the buses, they, GPS, tracked their positions, but that's what they're gonna tell in a second as well, by their own. We then had two people in South America, two very good colleagues that had been with Trufi for a long time already. Luz, that had been with Trufi since minute zero, because she, we began with her in Cochabama, or she began with us in Cochabama. She was the one that used the GPS and put it to OpenStreetMap. And Leo, who was also with OpenStreetMap for a long time and has much experience with GTFS and Mapillary, he was the instructor to do, to do both and also to fine-tune wherever possible. The whole project was led by our international project manager, Sarah. She, she should be here right now, but she's on holidays. So I step in for her. And we had the wonderful background support from Søren who was helping here and there and everywhere. So that was the team spread over three different continents and that was doing then the mapping with local collection and the remote mapping. But let's hear from the different people what exactly was the task and also what the challenges was. Please start, Feta. Thank you. Thank you. Thank you. My goal was to make a team for a group of Truffy and Truffy and I work 16 days from March to April. It's a for the and the course for for FTP and for FTP and for to use Android OSM Tracker Then we loaded in OpenStreetMap as a GPS track and on all the places interest of the areas like schools and the so with everyone has more information and the process was to make an 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 что, разумеется, поможет развитию общественного транспорта и найдет узкие места. Проблема, с которой мы столкнулись, это нехватка времени, потому что город довольно большой. Одна линия могла протянуться на два с половиной часа один маршрут. И поскольку от нас требовалось высокое качество данных, нужно было аккуратно планировать наши поездки. Спасибо. Теперь Луз. Объясни, как рисовал OpenStreetMap. Привет, меня зовут Луз, я из Кочекамбу, Боливия. Я участвовал в проекте Truffes с самого начала и общалась и рисовала маршруты в своем городе. В этом проекте я также был ответственен за оцифровку маршрутов, которые собирала местная команда. Эти данные загружались в OpenStreetMap в соответствии со всеми схемами тагирования. И я использовал JOS для рисования линий. Хотя у нас были свои заготовки, чтобы настроить схему тагирования. Потом обрала GPS-треки, которые собрали, и создавала отношения для маршрутов. Использовала фоточки Mapillary, чтобы добавить заведения и магазины, и загрузить как можно больше данных ВОЗом. В итоге у нас было почти 2000 точек и 124 маршрута, которые добавлены в OpenStreetMap. Самым сложным вначале было разница в языках. Вот арабский и испанский язык. Вот. Но мы не делали проблему, когда я спрашивал местную, обращалась к местной команде за помощью. Спасибо. Было интересно. Лео, расскажи теперь, как ты делал GTFS-поток. Привет. Меня зовут Леонардо Кутиеррес. Я живу в Дуэтаме Колумбии. Я участвую в OpenStreetMap с 2008 года. Сделал ассоциацию RUMBUS местного партнера Truffy в Колумбии. И я преподаю в колледже Солещен в Дуэтаме. Преподаю OpenStreetMap детям и молодым людям. И вместе с ней мы открыли приложение Truffy в Дуэтаме. В моей семье мы делаем автобусы. И я рад помогать приложению Truffy во всем мире. На кчете я отвечал за три задачи. Во-первых, сделать процесс сбора данных. В основном управление GPS треками маршрутов общественного транспорта, на основе которых мы делали отношения в OpenStreetMap. Также я работал над подготовкой этих данных и над публикацией файлов GTFS. Эти файлы моделируют системы общественного транспорта. Наши файлы, разумеется, готовились из OpenStreetMap. Также я пользовался некими приложениями от разработчиков Truffy, которые конвертировали OpenStreetMap в GTFS. И, наконец, я координировал фотографирование улиц с использованием Mapillary. Для местной команды я вычислял оптимальные маршруты, используя алгоритм китайского почтальона. Было несколько сложных моментов. Во-первых, язык. У нас были встречи, используя переводы на арабский и испанский. Но, в принципе, у нас все получилось общаться. На техническом уровне основной сложностью было качество данных. Несколько раз нам приходилось повторять наши маршруты, чтобы собрать лучшие треки и фотографии. И было сложно просить местную команду проехать по маршруту еще раз в пустыне. Спасибо, Кристоф. Спасибо. А теперь Джереми. Как ты управлял этим международным продуктом? Какие были сложности? Привет. Меня зовут Джереми Пелле. Я из Франции. И я основал команду Dabago. Марокканский стартап, который разбирает, делает решения для общественного транспорта. И он партнер Truffy. Уже более двух лет. Этому проекту нужен был менеджер проекта, который знает местную культуру и людей. В этой роли я управлял отношения между разными участниками. Вот это поиск людей, тренировка, партнеры и решение проблем. Наконец, я отвечал за качество и полноту собранных данных в OSM Mapillary. Основной сложностью было управлять таким количеством людей. И ночь код постоянно меняется. Вот и все приходилось делать удаленно. Так что была сложность с поиском людей и даже с поиском Wi-Fi и путешествиями. Спасибо за эти объяснения, команда. Так что вы видите, как разные элементы собираются вместе, чтобы закартировать город. Вот здесь, видите, наших партнеров. Мы рады, что они помогли нам, участвовали в проекте. Вот, что они помогли сделать взаимодействие возможным и собрать наши маршруты. Вот. То есть местный муниципалитет, посольство Франции, компания DoubleGo, местное сообщество OpenStreetMap. Под конец я хочу сказать, что мы удивлены, как хорошо все прошло. И местный сбор, и удаленное рисование. Но это было сложно. То есть, что мы узнали, что подготовка сообщества, что обычно мы оставляем людей, которые знают, как рисовать OpenStreetMap, уточнять карту. И здесь нам повезло, что на месте были люди, с которыми мы общались в прошлом году, и там остался кто-то, кто знает OpenStreetMap. Вот. И мы рады, что не пришлось лететь туда. Вот. Что мы сохранили, уменьшили нас углеродный след. Так что удаленная картина сработала очень хорошо. И, конечно, очень важно, чтобы у всех были технические знания и умения рисовать OpenStreetMap. Вот. Так что мы в Труфе теперь готовы удаленно отрисовать следующий город. Так что свяжитесь с нами, если хотите, чтобы этим городом был ваш город. Спасибо, что послушали. Вот. Интересно, какие у вас есть вопросы. И спасибо, ребята, что помогли сделать этот доклад. Вот. Справа на слайде вы видите их почтовые адреса. Так что можете написать им, если есть вопросы. Спасибо. И жду ваших вопросов. Добро пожаловать назад. Я вдохновлен на вашем приложении. Привет, Кристоф и Тед. Здорово, что вы включали людей со всего мира. Вот. Так, есть вопросы. Какие были проблемы, побочные эффекты от того, что все были удалены? Да, могу взять. Этот проект нас позитивно удалил, потому что мы очень хорошо отработали, будучи удаленной командой. Вот. Конечно, было бы здорово, если бы мы были на местах, потому что нужно строить сообщество, чтобы потом карта не устаревала. Вот. Так что было бы хорошо, если бы были сильные взаимоотношения с людьми на местах. Вот. Поэтому мы сначала хотели сделать проект с географическим сообществом, но из-за пандемии нам нельзя было туда лететь. Так что мы подумали, что мы могли сделать. Вот. И нам повезло, что Джереми был совсем рядом в Касабланке. И он сказал, что не проблема, я решил проблему. Вот. И, в общем, нашей задачей прежде всего было собрать данные и нарисовать их удаленно. Вот это все сработало очень хорошо. Вот. Потому что местное сообщество уже знало, как обращаться с данными по Стритмапу. Но проблема была то, что люди были менее вовлечены. Вот. Потому что они что-то собирали, и потом чудом оно как-то появлялось в OpenStreetMap, но это делали не они. Вот. И как-то было... Вот. Если бы одна и та же команда и собирала, и рисовала данные, они бы, возможно, заметили там какие-то ошибки. Вот. И могли поддерживать данные дальше. Вот. Но в целом все равно все было довольно неплохо. Вот. Так что мы сэкономили деньги на полетах. Вот. Так что все хорошо. Хэдер, мне понравилось твое вступление. Да. Нас сейчас около ста человек по всему миру. Вот. Мы делаем разные штуки. Да. Я готов искать людей для вашего сообщества. Следующий вопрос. Так. А планируете ли вы... Когда планируете прийти в Hyderabad, Индия? И как вы делаете FIDE GTFS для мест, где сложные маршруты? Так. В Hyderabad мы пока только общались, но планов вообще не было. Но это будет первый азиатский город, где мы запустимся, возможно. Вот. У нас скоро будет Манила в Филиппинах. Нас тоже интересует фидбэк. Вот. И нас интересуют добровольцы на местах. Так что пишите. Вот. Для сложных моделей транспорта мы работаем только в городах, где сложные маршруты. Вот. Да. Даже в Херберге, в Гамбурге, в Гамбурге мы поддерживаем не только автобусы, но и каршеринг и прочие режимы вообще транспорта со сложными расписаниями. Так что GTFS отрабатывает отлично и всегда выбираем его. Вот. И там вполне хорошо отмечаются сложные расписания. Вот. Также есть GTFS real-time. И каким-то городом был... Какой-то город нам впервые выдал реальное расположение автобусов с помощью GPS. Вот. И в том городе здорово, что мы можем выдавать суперточечные данные. Тед, я говорю, что если бы это не было сложно, Труфи бы туда не пришел. Круто. Так. Спасибо. Следующий вопрос. Вы упомянули Херренберг. Вы знаете, как в Херренберге они совместили Digitransit и Труфи? То есть, как вы координируетесь с местными партнерами? То есть, чем помогает местное сообщество? Ну, насчет Digitransit. Напишите мне попозже, потому что, честно говоря, я не знаю, в чем проблема у Digitransit. Если у Digitransit есть опенсорсное мультимодальное парнирование, то, скорее всего, нет. Но возможно, что Труфи поможет Digitransit в развитии дорожной сети, автобусной сети. Мы продвигаем, что Digitransit — это платформа для данных, а Труфи — это приложение, которое использует. Другой вопрос про местных партнеров. Мы некоммерческая организация, так что мы не пытаемся сделать как можно больше денег. Все, что мы хотим — это позволить местным компаниям использовать данные в общественном транспорте и, возможно, заработать на этом. Например, можно делать местную рекламу или сервисы с геопозиционированием. Приложение Труфи легко настроить. И мы не против, если оно станет источником дохода для местных людей и поможет людям ориентироваться. Только вчера мы на стратегическом свидании думали о организации школы для энтрепренеров, чтобы обучать людей, как они могут заработать на этих данных. Да, конечно, работать с местными сообществами и организациями очень важно. Да, этого не хватает и в OpenStreetMap, и в гуманитарной работе. Следующий вопрос — насколько сложно получить местную помощь. Так, таймер сработал. Давайте, короче. Это очень просто. То есть, сложно ли помочь Труфи или помочь местным? Ну, там человек не уточнил. То есть, как вы работаете с местным сообществом? Хотя вы про это же сказали. Но вы также должны работать с муниципалитетами. То есть, насколько сложно с ними работать? Работа с муниципалитетами очень сложная. Уходит много времени. А люди готовы тратить свое время. У нас была очень хорошая команда в La Paz и в Перу. Мы тратили много времени. Так что мы, в основном, обращаясь к людям, к знакомым из OpenStreetMap в том числе. В НУАПЧАТе мы работали с предыдущим OpenStreetMap. Это был отличный найд. И мы очень рады работать. И нам очень рады! Так что, если у нас есть право, то есть, по-прежнему, мы не сможем встретить с наблюдением, людьми, с амбитой и мы работали технологическим именем. Позвращая, мы прямо cleanse. Позвращая. У нас может стать лампом для того, чтобы вы работали с людьми. У нас есть несколько партнеров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остановки на официальных картах и остановки на неформальных маршрутах Использовать местные здания Вот и это помогает Труфи собирать карту Последний вопрос Ахтена, еще есть минута Так, в чатике уже ответили Ну, сложность публикации приложений на многих платформах Это очень важно Как у вас получается публиковать приложение с лицензией AGPL? Честно говоря, не очень понимаю, в чем проблема То есть мы просто публикуем приложение в сторах Спрашивал нашего ведущего разработчика, но, честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос Пойду посмотрю на телефон Может быть, напишите пост в дневщике OpenStreetMap Ну, и закрывающие комментарии Как вы думаете, какие прогнозы на следующий год Ну, было бы здорово увидеть больше городов Где Труфи Общественный транспорт местным более доступным Да Люди, у которых нет смартфонов Или на USSD Например, у многих людей в Мадагаскаре нету смартфонов вообще Вот, но они пользуются общественным транспортом Мне очень нравится, что вы работаете, преодолевая границы между странами Вот, и здорово, что ваше видео включает так много людей со всего мира Вот, так что это очень важно И, кстати, вчера кто спросил Они вообще знают, что используют OpenStreetMap? Да, конечно, знают То есть, когда человек пользует... Да, конечно, там в копирайтах написано OpenStreetMap Да, спасибо, что дали нам выступить Рад, что смог поучаствовать Хорошо, что все, техника заработала Ну что, мы заканчиваем сессию Если у вас остались какие-то вопросы Не забывайте, что у нас есть чатик после выступлений Где можно поговорить с выступающими Так что, Кристоф и Тед, зайдите в этот канал и посмотрите Может, там люди зададут еще какие-то вопросы Вот, так что, всем спасибо И мы готовимся к следующей сессии И over to Patrick for next technical steps Thanks for your have at Bye Субтитры сделал DimaTorzok